Добрый день! Сегодня мы поговорим о такой полезной утилите для разработки среди ClersCAD. Утилита называется Instance Creator. Ее можно скачать на сайте ClersCAD. Здесь можно скачать последнюю версию программы, прочитать ее базовые характеристики. Сейчас начнем демонстрацию. Я вам покажу с чего начинать работу с этой программой. Для начала мы сконфигурируем подключение к серверу. Сервер у нас будет локальный. Назовем его main, адрес localhost и создаем подключение. С этим ни у кого не возникнет трудностей. Также создадим еще одно подключение к локальному серверу. Зовем его main2, чтобы посмотреть как ClersCAD может работать с удаленными серверами. Тоже будет ссылаться на локальный сервер. Так, у нас есть два сервера. Запускаем UX, запускаем UX, запускаем UX. новый документ и вкладка Instance Creator. Для начала работы с Instance Creator нам необходимо выбрать систему. Во вкладке мы видим систему, которая подключена через утилиту Configure Connection. Выбираем сервер main. Сразу нам предлагает ввести логин пароль администратора системы ClersCAD для того, чтобы мы могли вносить изменения в базу данных. У меня по умолчанию выстроен админ, админ, админ. Начальная конфигурация Instance Creator. Сейчас мы попробуем создать несколько простых объектов. Посмотрим, как добавлять свойства объектов, как удалять их, как импортировать уже существующие объекты. Начнем с чего-нибудь самого простого. Для начала работы нажимаем кнопку Select Object. Сейчас в системе нет шаблонов, есть только базовые классы ClersCAD. У меня стоит ClersCAD 2010. Поэтому выбираем ClersCAD 2010. И начнем с внутренних точек. Internal Analog Point. Потренируемся с ним. Выбираем. На данном этапе что мы можем сделать? Нам необходимо определить папку, в которой мы будем создавать внутренние аналоговые точки. Назовем ее Analog Point. Это у нас будет папка, в которой будут создаваться точки. Далее назовем точки по именам Point1. 9. Чтобы создать эти точки в системе, нам необходимо указать утилите, начальную строчку и конечную строчку, с которой мы сейчас работаем. Для упрощения мы можем нажать кнопку и автоматически занесем номера строк 3 и 11. 3 и 11. Либо мы можем вручную задавать строки. Подготовка закончена. Нажимаем кнопку Create. Нам нужен лицензионный код. Сейчас я его введу и мы вернемся к выполнению. Я ее введу. Мне нужно ук duplicate. Что это может быть установлено? Я надеюсь, молодежимся. ?". Programs.